Здоровье это еще не все, но все без здоровья ничто. Ближайшие полчаса посвятим полезной информации. Меня зовут Инесса Панченко. Здравствуйте. Мы привыкли ругать нашу медицину, наших врачей, их непрофессионализм и равнодушные отношения. Если врач молодой, то уже и тем более. Однако такие стереотипы иногда опровергаются. Давайте сегодня попробуем узнать, какие же специалисты выходят из стен флагманского медицинского вуза для того, чтобы встать на охрану нашего здоровья. Сегодняшний мир устроен так, что как только что-то заболело, мы бежим в аптеку или к аптечке для того, чтобы выпить какую-либо таблетку. Но еще два века назад различные лекари пользовались только лекарственными травами, потому что синтетической фармацевтики просто-напросто не было. Знакомьтесь, пожалуйста, моя собеседница Полина Афанасьева, аспирантка в кафедре фармакогнозии. Здравствуйте. Здравствуйте. Насколько мне известно, вы занимаетесь календулой. Растение, которое, наверное, растет фактически на каждом дачном участке, но в основном-то растет для красоты. Вообще, чем интересно оно? Роль календулы, она необоснованно занижена. То есть все люди действительно привыкли, что это своего рода сорняк на даче. Все пытаются от него избавиться. Но на самом деле это достаточно популярное растение, как у нас, так и за рубежом. В принципе, это кладезь витаминов, каротиноидов, флавоноидов, сапонинов, которые как раз обладают целым спектром свойств, ранозаживляющими, противовоспалительными, даже отхаркивающими. Также были учеными выделены иммуномодулирующие свойства данного растения. Есть опасность в неправильном применении лекарственных растений? Вы совершенно правы, такая опасность существует. Сбор растений опасен тем, что люди, во-первых, без определенных знаний не всегда могут определить, данное растение это или нет. Могут спутать его с каким-то ядовитым, например. Или же могут, например, собирать его вдоль дороги. Причем мы понимаем, что вот эти все вредные выхлопы, все вот эти металлы, они будут накапливаться. То есть растения эти можно собирать только в определенных условиях, в определенное время, в определенном месте. Ну, что и доверяется именно специалисту только. Поэтому я рекомендую в основном сырье самим не заготавливать, а именно приобретать сертифицированное в аптеке, уже проверенное и безопасное. Полин, вот эта практика, вот этот мир растений, для вас лично какие-то открытия вам преподнес, которые вы могли бы для себя, для своей семьи использовать в жизни, в будущем? Вообще, я думаю, да. Потому что, в принципе, я как бы и сама стараюсь в очень крайних случаях переходить на синтетические препараты, чтобы, в принципе, это не повлияло ни на печень, ни на другие органы. И как бы всем своим знакомым и родным тоже стараюсь... Насколько это возможно, если, конечно, это не экстренная ситуация, если какое-то хроническое заболевание или там профилактика, я стараюсь это более препаратами из... как бы фитопрепаратами поддерживать здоровье и своих, и свое, и своих близких. Давайте о фармацевтике поговорим. Сегодня многие фармацевты считают не только возможным, но и необходимым быть еще и лечащими, скажем так, врачами. Потому что людям проще зайти в аптеку, нежели идти на прием к доктору, что многие и делают. В аптеке они говорят, у меня болит тот, а фармацевт говорит, а попейте вот это. Как вот вы к этому относитесь? Ну, вообще, в принципе, я считаю этот подход не совсем правильным, так как, конечно, нельзя усомниться в том, что провизор получает большой спектр знаний, то есть, в принципе, и в физиологии человека, и в других направлениях. То есть, в принципе, он может и посоветовать препарат, но именно диагноз поставить может только лечащий врач, сделав определенные анализы, то есть исследовав все стороны. Ну, поэтому я все-таки считаю, что этот путь немного ошибочный. Фармацевт может подсказать, например, чем заменить тот или иной препарат, что дополнительно принимать, чтобы как бы поддержать организм. То есть, какие-то вот сопутствующие рекомендации, но как бы все-таки основную роль, я считаю, берет на себя врач. Положа руку на сердце, скажите, может быть выпускник медицинского вуза полностью готов к самостоятельной работе? Ну, вообще, наша школа, именно Самарская, основателем которой является Владимир Самныч Куркин, заведующий кафедрой, она достаточно сильная, достаточно известная по всей России, не только в России, но и за рубежом. Мы взаимодействуем с различными коллегами из Франции, из Марокко, в общем, с различных частей света к нам постоянно приезжают на практику и студенты из разных стран, из всего мира. То есть, в принципе, приезжают поучиться у нас. И как бы сильной стороной, которая отличает нас от других школ, это является выделение веществ препаративное. Поэтому, ну, у нас, я хочу сказать, достаточно квалифицированные выпускники, профессиональные, и поэтому, я считаю, в принципе, могут, наверное. Полина, как по-вашему наступит когда-нибудь такое время, когда любую болезнь можно будет вылечить, опять-таки, только с помощью растений? Ну, я не могу сказать, что раньше могли любую болезнь вылечить с помощью растений, просто не могли диагностировать, что это за болезнь. Но, в принципе, я думаю, за этим стоит будущее, потому что развивается и привыкание к препаратам химическим, и какая-то резистентность, в соотношении именно натуральной фармацевтики и фитопрепаратов, она ближе к организму, ближе к самому человеку, поэтому даже мы не знаем многие потенциалы, которые скрыты в растении. То есть, я думаю, нам еще предстоит узнать какие-то свойства против определенных болезней. Я думаю, в принципе, нашу страну, наверное, и мир ждут какие-то открытия по поводу новых растений, новых свойств их и их места в жизни человека. Здравствуйте. Здравствуйте. Виктор Иванович, как у вас дела? Дорога. Как самочувствие? Отлично, самочувствие. Что-то беспокоит сейчас? Да и немножечко, это щекотит. Что беспокоит конкретно? Шов. Шов после операции, да? Да. Выбор медицинской специальности имеет не менее судьбоносное значение, чем выбор медицинской профессии вообще. Например, разница между спецификой работы психиатра и психолога меньше, чем между спецификой работы психиатра и травматолога. Офтальмолог должен быть гораздо ближе к физику-оптику, чем к судмедэксперту, а реаниматолог загнется от скуки на поликлиническом приеме. Дежурить в отделении хирургии Игорь Козин начал еще со второго курса. Такой вид практики сложен и отнимает много сил. Но опыт, который он дает, поистине бесценен. Если человек стремится к хирургии, он для себя понимает, нравится ему, не нравится. Если нравится, он раньше начнет что-то делать руками. И к моменту окончания института он будет не просто теоретически подготовлен, а еще и практически готов к работе. Для тех, кто хочет приобрести практические навыки, в Самарском медуниверситете достаточно возможностей. На каждой клинической кафедре есть дежурство. Существует центр практических навыков, где можно отработать многие манипуляции. Есть возможность практики на биоманекенах. И есть, наконец, студенческие кружки, где освоение специальности идет уже очень серьезно. После получения сертификата среднего медицинского персонала большинство будущих медиков начинают дежурить в клиниках и больницах. Ведь, чтобы лечить людей, нужно очень хорошо знать свое дело с АЗОВ. Те, которые приходят в медицинский университет, они, в принципе, в большей своей части все-таки понимают, зачем. Это же один из самых сложных вузов. Поэтому прийти сюда просто, чтобы, условно говоря, получить диплом, ну это нерационально. Если нужен просто диплом, пожалуйста, любой вуз. Кроме медицинского. Здесь очень тяжело учиться. Потому что если человек приходит, он понимает, зачем он пришел. Трогаю больно? Нет. Здесь, с этой стороны? Нет. Вот здесь немножко, да? В шовчик отдаю, да? Там сетка. Четыре года работы Игоря в клинике прошли под наблюдением специалистов. Чтобы самостоятельно проводить врачебные манипуляции, необходим сертификат врача. Но у будущего хирурга была возможность не только наблюдать за работой профессионалов, но и ассистировать во время операций. А еще почувствовать доверие пациентов. Нас тоже учили ко всему. Тоже научились. Немножко подработает и будет врачом хорошим. Доверитесь, да? Доверюсь. А сейчас я хочу познакомить вас с человеком, которому кому-то из вас, возможно, придется доверить не только свое здоровье, но и свою жизнь. Это вчера еще студент шестого курса, а сегодня уже выпускник Самарского государственного медицинского университета Игорь Козин. Добрый день. Здравствуйте. За эти шесть лет обучения были сомнения, что неправильно выбрана профессия? Ни разу не было даже сомнений. То есть с первого курса, как только начал учиться, уже понял, что это мое, действительно мое, и что я должен становиться врачом. На первом курсе я пришел к выводу, что хочу стать хирургом, буду заниматься хирургией, и активно посвящал этому свою жизнь. Какими качествами должен обладать хирург? Вот как бы пафосно сейчас не звучал вопрос. Я считаю, что хирург должен обладать в первую очередь остротой ума, чтобы правильно поставить диагноз, чтобы правильно отдифференцировать заболевания, которые не подходят к данному пациенту. И второе главное качество – это решительность. То есть нужно быть решительным, чтобы взять на операцию, чтобы прооперировать, чтобы действительно спасти больного. В вашей научной работе сейчас вы занимаетесь вентральными грыжами, ну или, иными словами, послеоперационными грыжами. Насколько мне известно, эта проблема в медицине стояла всегда очень серьезно. Решается ли она сегодня? Данная проблема очень актуальна, потому что по Самарской области каждый третий пациент страдает после операционной вентральной грыжи, после открытых операций на брюшной полости. Стали этой проблемой заниматься с третьего курса, с научным руководителем. Пришли к определенным выводам, нашли причины, которые приводят к образованию послеоперационных грыж. Самое главное в этой проблеме – это, конечно, профилактика. И профилактика, зависящая от хирурга и от самого пациента. Если будет работать в команде и врач, и пациент, тогда будет надежно осуществляться профилактика данного заболевания. Что должен почувствовать человек для того, чтобы вот прямо уже надо было срочно идти к врачу? Первые симптомы грыжи – это выбухание, образование опухолевидного образования на месте разреза. И как только это появилось, нужно сразу идти к врачу, потому что это может привести к очень серьезным последствиям и ущемления, и более серьезной операции. Самое грозное осложнение – это ущемление. То есть, так как в грыже находятся органы брюшной полости, то есть они выходят из брюшной полости, то в грыжевых воротах они могут ущемиться и, грубо говоря, отмереть. И нужно будет проводить операцию по резекции данных органов. А это уже гораздо более сложная операция, чем если бы мы просто сокрыли грыжевой дефект. После операции обязательно возникнет через какое-то время такая грыж? Конечно же нет. Вообще в идеале не должно возникать такого осложнения. Поэтому пациентам хотелось бы посоветовать не перегружать себя сразу после операции и в течение нескольких месяцев носить обязательно бандаж. Это надежно профилактирует возникновение после операционной грыжи. Игорь, а причины ее возникновения – это плохо проведенная операция? Несколько групп причин, в том числе зависящие от хирурга. И зависят причины и непосредственно от пациента, от его активной жизни после операции. И от организма, как организм себя поведет, как он отреагирует на операцию, какие у него есть качества, которые позволят перебороть это время после операции. Есть ощущение, что где-то каких-то знаний все-таки не хватает? Самарский университет всегда славился своими школами научно-педагогическими. И приходя практически на любую кафедру, мы видим имена тех ученых, которые были раньше, имена настоящих ученых. Поэтому очень приятно учиться, получать знания. И нас обучают специалисты, очень грамотные врачи, которые имеют очень высокий уровень подготовки. Поэтому какого-то недостатка я за период обучения не ощущал. Я не знаю, принят ли этот нормативный акт, но во всяком случае работа над ним велась давно в Минздраве. Речь идет о том, что после выпуска каждый молодой доктор должен какое-то время отработать в государственной медицине. Кстати, в Великобритании это 45 лет. И только после этого уйти в коммерцию. Что вы об этом думаете? Я думаю, это правильно. Потому что если ты учишься в университете на бюджетной основе, ты получаешь образование бесплатно, то я думаю, ты должен применить свои знания, полученные в университете, в государственных учреждениях, на благо государства, на благо своей страны, которая предоставила тебе возможность учиться. Я думаю, что это правильно. До определенного момента организм человека справляется с вредными факторами. Но когда их становится очень много, может наступить болезнь. Я сейчас хочу познакомить вас с человеком, который выбрал свою профессиональную деятельность таким образом, чтобы как раз-таки следить за тем, чтобы этого не случилось. Знакомьтесь, пожалуйста, Артем Сергеев, спирант кафедры общей гигиены. В общем-то, санитарный врач, да, Артем? Да, абсолютно верно. Я 6 лет отучился на медико-профилактическом факультете в Самарском государственном министерском университете. Совершенно осознанно поступил на эту специальность. Я всегда хотел заниматься профилактикой заболеваний как одним из приоритетнейших направлений в медицине. Одним из двух. Собственно, лечебное и профилактическое. Профилактическое, оно в этом смысле гораздо более эффективно с точки зрения получения дальнейшим эффекта. Если врач-лечебник, он лечит конкретно одного больного индивидуально, каждого, да, то врач-профилактика это врач, который лечит популяцию в целом. Это не единицы, это десятки, сотни и тысячи людей. Если вы будете очень эффективно заниматься профилактикой, у лечебников не будет работы. Это же тоже плохо для них. Вы знаете, если подходить к этому вопросу с точки зрения, то, наверное, это немного неправильно. В общем, для того, что первостепенная задача наша – это здоровье нашего населения. И если каким-то образом удастся при помощи разработанных мероприятий сократить уровень заболеваемости среди нашего населения, и это приведет к уменьшению количества заболевших, это, на мой взгляд, будет большая победа. А уже конкретно работа наших коллег по лечебному профилю – это вопрос второй, я думаю, который со временем будет решаться, если количество заболеваний будет резко сокращаться благодаря профилактическим мероприятиям. Но, безусловно, есть такие заболевания, которые никогда не исчезнут. Это заболевания, не обусловленные влиянием факторов окружающей среды. Это генетические заболевания и заболевания другого профиля. Что же касается конкретно моего научного исследования, это в первую очередь изучение влияния факторов окружающей среды на здоровье человека, факторов, конкретно поступающих к нам извне, из атмосферы, из воздуха, из почвы. А вот какие факторы эффективнее всего разрушают наше здоровье? Их ведь много вокруг. Смотрите, по классификации ВОЗ есть несколько основных факторов, влияющих на здоровье человека. И вот если брать за 100% все наше здоровье и влияющие на это здоровье факторы, то 20% из этих факторов будет генетическая предрасположенность, 20% факторы конкретно окружающей среды и 10% факторы медицины и 50% образ жизни. Я вот тут такую интересную вещь в интернете нашла. Человек-эколог пишет, что делались замеры и с 8 утра до 8 вечера дышать нашим воздухом, самарским имеется в виду, просто невозможно. Потому что превышение предельно допустимых концентраций формальдегида в 6 раз и более. Это соответствует действительности? И что вообще это так? Смотрите, да, смотря в каком месте проводились исследования, в какое время и вообще как проводились исследования. По официальным данным, которые представляются Росгидрометцентром, по установленным 18 точкам в городском округе Самары в 9 районах, существенных превышений норм предельно допустимых концентраций не наблюдается. И с этой точки зрения можно считать, что в принципе, в целом атмосферный воздух в городе Самары является приемлемым для того, чтобы люди не были под влиянием опасных уровней воздействия на здоровье человека. Но здесь я должен оговориться и сказать о том, что та система мониторинга, которая выстроена была на протяжении десятилетий и не менялась по своей сути со времен Советского Союза, она, конечно, устаревает. Меняется, в принципе, городостроительство как таковое нашего города, меняются маршруты, магистрали, очень много факторов появляется, которых раньше не было. Если наиболее приоритетным источником загрязнения в городе Самары раньше были промышленные предприятия, которые у нас было более двух тысяч, то сейчас их количество сократилось до около 150. На первое место в общей доле вноса загрязняющих веществ в атмосферный воздух вышел автомобильный транспорт. Транспорта в городе меньше не станет, его всего скорее станет только больше, и дышать мы этим будем вынуждены. Что вы можете сделать? Действительно, вы правильно заметили, что транспорт, скорее всего, в городе меньше не станет. На данный момент в городе около 400 тысяч единиц автомобильного транспорта, при этом 300 тысяч от легковой транспорт, порядка 50 тысяч от грузовой, порядка 20 тысяч различного рода другие виды транспорта и 10 тысяч автобусов. Это большое количество, действительно, в сравнении с другими городами. И здесь, конечно же, первостепенная задача, которая перед нами стоит, это разработка такой эффективной системы, в которой количество пробок в нашем городе уменьшалось, так как научно доказано, что наибольшее количество выбросов вот этих самых вредных загрязняющих веществ в атмосферный воздух приходится именно в момент образования пробок. То есть санитарные врачи могут справиться с проблемой пробок? Я думаю, здесь оно выходит из другого, по причине того, что мы рекомендуем, а уже непосредственно власти Самарской области и власти города Самары должны по нашим рекомендациям будут разработать мероприятия, которые способствуют как раз-таки уменьшению количества пробок, увеличению количества развязок. Увеличение пропускной способности наших центральных магистралей, я сейчас имею в виду, конечно же, Московское шоссе, конечно же, улица Победы, Новосадовая. А вот сейчас, наверное, кому-то покажется странным, что с медиком я говорю о дорогах и о пробках. Вообще, вроде бы мы о здоровье. Я думаю, здесь, опять же, присутствуют определенные стереотипы в отношении того, кто такой врач. А кто такой врач? В данном случае, конкретно в моем случае, врач – это тот, кто занимается так или иначе улучшением качества жизни населения и предотвращением появления заболеваний у этого населения, которые так или иначе зависят от качества окружающей его среды. И в данном случае, я считаю, что наша миссия санитарных врачей, она очень благородная, но незаслуженно незаметная. И результаты той работы, которая ведет с санитарными врачами, они видны в пролонгированном периоде, в будущем, когда мы видим, что действительно заболеваемость сокращается, видим, что смертность тоже сокращается, рождаемость увеличивается, уровень жизни, уровень здоровья нашего населения тоже улучшается за счет как раз-таки тех профилактических мероприятий, которые проводятся с санитарными врачами. Давайте мы с вами вот про это будущее как раз и поговорим. Вас хорошо подготовили для того, чтобы вы в будущем встали на страже нашего здоровья? На этом медико-профилактический факультет Самарского государства медицинского университета является заслуженным одним из лучших факультетов профилактического направления среди всех медицинских вузов России. И неспроста за последние годы удалось создать уникальную систему взаимоотношений с практической составляющей нашей конкретно будущей работы непосредственно с управлением Роспотребнадзора по Самарской области и Центром геноэпидемиологии как основных баз нашей будущей работы. И в этом смысле большое количество действующих сотрудников, специалистов этих структур занимаются преподаванием на кафедре общей гигиены, на других кафедрах и непосредственно во время студенчества ознакомливают студентов с их будущей работой, что конечно же немаловажно в условиях современного вузовского образования, когда, к сожалению, во многих вузах практическая подготовка оторвана от теоретических практической, как правило, а здесь настолько сформировалась крепкая связь между практикой и теорией, что в итоге получается высококлассные специалисты, которые знают куда идут, зачем идут и знают какова их роль вообще в принципе во всем этом деле. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова